Кубка мира по конькобежному спорту Ну а в комментаторской кабине мы, как всегда, с заслуженным мастером спорта, призером Олимпийских игр Варварой Барышевой Варя удачно поучаствовала в проведении конькобежных соревнований на призы Николая Гуляева в Вологде И вот вернулась к нам в комментаторскую кабину, чему мы, безусловно, несказанно рады Ой, а как несказанно рада я! Добрый вечер, добрый день всем любителям конькобежного спорта Рада присоединиться действительно на этот заключительный день этапа Кубка мира в канадском Калгари Здорово переключиться с юношеских соревнований, юбилейных, действительно, пятых соревнований всероссийских на призы Гуляева И вот оказаться, ну, я думаю, на одном из наиболее интересных дней с точки зрения наших перспектив С точки зрения программы, с точки зрения возможностей для восстановления новых мираковых рекордов Но пока вот еще даже нам не представили протоколы Несколько слов о юниорах Я обещал в предыдущие дни сказать несколько слов о том, как наши молодые ребята выступили на этапе Кубка мира в Инцеле Среди юниоров и неосеньоров И дополним, скажем так, информацию, которая размещена на сайте Союза конькобежцев России Где только 6 юниоров наших добывших, ну, 6 медалей юниорских упомянуты Но надо сказать, что еще и 15 медалей добыто среди неосеньоров Да, может быть, там не самые представительные всегда были соревнования Потому что уже часть неосеньоров там 20-21 год Порой пробиваются и в основные сборные Но тем не менее, среди сверстников Ну, вот отметим, конечно, Дарью Качанову, которая выиграла сразу 3 дистанции 500 тысяч и полторы тысячи метров Виктор Лобос выиграл тысячу Вероника Суслова выиграла 3 тысячи метров Причем там всегда еще были другие медали Серебряные, бронзовые Командные спринты выиграли наши юниоры Виктор Муштаков выиграл 500 метров Лобос был еще вторым на полуторке В общем, нельзя сказать, что вот прямо все совсем хорошо Но тем не менее, в общем, картина очень приятная Что наши молодые ребята среди сверстников хорошо себя чувствуют Да, но и среди юниоров, честно говоря, обнадеживающие достаточно результаты Да, еще предстоит, конечно, много работы И Виктор Александрович Сивков совместно с Сергеем Васильевым Это те два наставника, которые отвечают за подготовку юниорской команды в этом сезоне Им предстоит еще долгая работа И учитывая, что и Сивков, и Васильев задействованы еще и с работой с основным составом И с Аней Юраковой, и с мужчинами нашими Соответственно, здесь ее... Ну да, но из юниоров, наверное, прежде всего, Карину Ахметову надо отметить Которая стала бронзовым призером на дистанциях и полторы, и три тысячи метров И отметить ее личное достижение, собственно говоря, на трех километрах 4-16, да, пока по международным меркам скромно Но с точки зрения юниорского возраста Очень неплохой шаг На наших экранах уже появляются девушки-стринтеры И, как мы видим, я... Да, и протокол был стартовый И, конечно, мы особенно переживаем за Олю Фаткулину Я уже рассказывал в предыдущие дни, как, в общем, непросто ей приходится И то, что у нее МОК объявил о том, что отобрали серебряную медаль За которую Союз конькобежцев России собирается побороться Но очень приятно, что Оля пробежала с новым мировым рекордом в командном спринте В общем, очень неплохо вчера выглядела и на тысячи метров Пятый результат показала Серебро там и вовсе взяла Екатерина Шикова Ну и вот сегодня, соответственно, конечно, за Олю поболеем Да, это здорово, когда спортсмен может отключиться в конечном итоге От всего вот этого кошмара, который окружает и сконцентрироваться Исключительно на своей работе Ведь столько времени и сил было отдано подготовке к сезону Но пока на старте у нас первая пара Юдит Данауэр и Санхи Парк Юдит Данауэр попала в дивизион А Успешно выступив на заключительной 500-метровке в Ставангере Одержав там победу, Сенхи Парк... С тех пор так и не может остановиться, поэтому допускает фальстарт Да, Сенхи Парк, соответственно, была там третья Но это, кстати, вот почему застрило внимание на дивизионе Б И тех спортсменках, которые смогли пробиться в дивизион А Это, к сожалению, то, что мы увидим в том числе и в мужском протоколе И, к сожалению, это не позволит нам увидеть там нашего Павла Кулижникова Потому что выбили его из дивизиона А Но я думаю, все поклонники и любители болельщики Паша Обязательно в ночи еще посмотрят за его результатом в дивизионе Б Но пока понаблюдаем за бегом девушек на дистанции 500 метров Но личный рекорд у Данауэр на порядок На секунду с лишним лучше, чем у Сенхи Парк И особенно удается Юдит Данауэр первые 100 метров Разбег у нее всегда хорош Но, с другой стороны, 10.42 сейчас с этими цифрами никого не удивишь Японки на равнине Кадайра 10.21 или 10.23 в Ставангере разгонялась Но в этом году чуть-чуть быстрее Сенхи Парк имеет личный результат Но она бежала уже в Калгари в предсезонный период А Юдит Данауэр 38.86 показала в Инцеле Ну и вот здесь, соответственно, обе улучшают свои лучшие достижения в сезоне 38.18 и, соответственно, 38.50 Ну, забеги группы Б у девушек уже состоялись Там победила Марит Лейнстер 37.95 Александра Кочуркина заняла скромное пятнадцатое место 38.72 Она правда установила личное достижение Да, личное достижение Ну, тогда уж бить, так бить Ну и отметим, что там же бежала Ю Тин Куан Которая вчера удивила многих представителей Таиваня Которая удивила многих вчера на тысячи метров Заняла там седьмое место И личный рекорд там на две с лишним секунды улучшила Шугар Тотт, любительница широких кроватей в американских отелях Недавно публиковала она пост в своем инстаграме Говорит, я, говорит, люблю Европу за ее минимализм Но как же я люблю Северную Америку за то, что тут огромные кровати в отелях И Хьюн Юн Ким Ее соперница Молодая кореянка, 23 года 37.96 лично у Хьюн Юн Ким В этом сезоне в Калгари установлены Шугар Тотт В этом сезоне бежал 38.40 В 15-м году в Солт-дейке 37.63 Но мы уже отмечали, что в первый день, что нет Британи Болл В протоколах не бежала она Но наконец-то узнали мы, благодаря Александру Кибалко Огромное его спасибо Что случилось? Потому что ни в одном новостном сайте не было никакой информации о том, что же с Британи Болл Так вот, Британи Болл пневмония И она, в общем, залечится, чтобы быть во всеоружии на этапе в Солт-длейк-сити Ну, а на финише, да, в плотной борьбе все-таки выигрывает Шугар Тотт Ну, прежде всего за счет разбега, можно сказать так Потому что круг у нее получился на две десятых скромнее Ну, и, соответственно, ноль Ну, а возвращаясь к здоровью спортсменов, то очень многие спортсмены были не совсем здоровы по окончанию двух этапов европейских Да, в том числе и Юрит Бергсман, который сказал, что он, конечно, не ищет прощения себе за тот результат, который он показал на пяти километрах Но был действительно болен несколько дней здесь по прилету в Калгари Ну, а те, кто знает, что даже в Среднегоре, в принципе, выход вот из этих простудных заболеваний всегда более затяжной формы имеет Поэтому, конечно же, хвосты этих инфекций остались И очень много конькобежцев переболело В том числе и той части не сбежал и наш Денис Юсков Ну, он, слава богу, да, в Херенвене подхватил эту заразу и успел долечиться Благодаря, в том числе и своей супруге Алью Сковой За заботу о здоровье Дениса мы ей отдельное спасибо передаем Ну, а на старте у нас лидер китайской сборной Юдзин по внутренней дорожке Ирина Камея Японка по внешней Юдзин в 2012-м еще году выбежал из 37 секунд 36.94 Японка пока даже 37.5 не разменяла в своей истории Но в этом сезоне 37.87 бежала она в Нагана А вот Юдзин пока не удалось даже 38 секунд в этом сезоне разменять Поэтому, в общем, тут может быть интересная борьба И сейчас малым поворотом Японка подравняется И все решит финишная прямая Даже чуть-чуть Японка впереди И поэнергичнее так добегает Хотя китаянка борется до последнего метра И посмотрите, Юдзин все-таки выиграл в две сотые секунды Ну и сразу очень серьезное такое продвижение в результатах лучших С 38.18 от Юдит Данауэр Сразу на 37.38 в исполнении Юдзин Ну и Ирина Камия восстанавливает свой личный Рекорд Осенью 2015 года этап Кубка мира в Калгарии В Солт Лейк Сити Но был еще и в прошлом сезоне В феврале месяце этого года чемпионат мира в спринтерском многоборье А вот многоборцы, соответственно, два года терпели Прежде чем добраться до Среднегорья Еще одна китаянка Хон Джан на ваших экранах 38.32 в этом сезоне 36.56 в карьере В 2015 году как раз И Маки Цуджи, пропускавший этап в Ставангере 37.84 в Нагана на национальном отборе Показала 37.28 у нее в карьере Ну посмотрите, какой разбег Огромное преимущество здесь Цуджи Но опять же здесь специфика Хон Джан Который никогда не славится своими быстрыми 100 метровками И скорее свой результат осуществляет за счет хорошего круга с хода Ну а Маки Цуджи как раз от обратного Очень быстрый разгон и не столь быстрый круг Но хотя здесь явно достаточно будет этого разгона Чтобы одержать победу в забеге Хотя шанс накатывает Да, немного проиграет Да, четыре десятых выиграла Хон Джан на круге Но проиграла шесть десятых на разбеге И вот результат соответственно 37.41 и 37.62 Это третий и четвертый результаты дня Юдзин и Ирину Камию они подвинуть не смогли Ну вот закончился у нас чемпионат Азии И будут еще азиатские спортсменки Но вот так вот две китайско-японские пары мы посмотрели Сейчас посмотрим чемпионат Америки Потому что Хизер Бергсма Которая отпраздновала накануне первую в сезоне победу на дистанции тысячу метров И вторая ее всего медаль И ее тезка Хизер Маклин Ну личный рекорд конечно у Маклин поскромнее Но 37.29 тоже вызывает уважение 36.90 личный у Хизер Бергсмы Тем более что Маклин это посвежее немножечко личный рекорд И в этом сезоне в Калгари Маклин бежала 37.37 А Бергсма только 37.88 Но явно Хизер не делала какого-то всплеска в начале сезона И вот первые этапы европейские провела ни шатка ни валка Сейчас начинает потихоньку набирать обороты Сейчас засиделась на старте Особенно в сравнении с Маклин Такое ощущение что хотела кофе выпить Но еще Маклин просто она действительно тоже обладает очень резким разгоном И конечно вот это вот несколько долей секунды от Хитер Бергсмы И резкий старт у Маклин Хотя 10.5 это в принципе достаточно традиционный разгон для девушек-спринтеров А для Хитер Бергсмы конечно это медленно 10.8 это не столь быстрая секунда на которые может рассчитывать Бергсма Ну вот она сможет сейчас накатить напрямую и догнать Нет похоже все-таки Маклин выигрывает в этой паре Хотя накатывала По скорости круга это видно Что на сколько-то 0.3 секунды выше скорость круга у Бергсмы Но весьма скромные 37.72 у Бергсмы И на 0.1 секунды быстрее у Маклин Бергсмы говорила что она в принципе не чувствует что что-то идет не так в ее подготовке Что просто очень много марафонов она накануне старта международного этапа в Кубке мира набегала Нашим биатлонистам тоже не надо сейчас волноваться Я биатлон только по голосу биатлона сужу Поэтому я к сожалению не очень внимательна Ну просто первый этап биатлона и прошел И там ни одной медали не добыли Может быть они тоже марафоны думаешь бегали? Ну все говорят о большой нагрузке проделанной в межсезонье Но я допускаю что все-таки Бергсмута Учитывая ее родство с Юри Там действительно набегала марафонов И она вот ждет когда все-таки немножко Посвежее будет Юная 18-летняя Мин Сук Ким Будущая сборной Кореи И Хеги Бока Норвежка которая в этом сезоне тоже Потихонечку-потихонечку прибавляет Ну благо Теперь со спринтерами в норвежской сборной Джереми Озерспон занимается Ну а конечно за 18-летней Мин Сук Ким Наблюдать очень любопытно Вчера конечно тоже было очень любопытно Ты вот не застал Ну правда не очень получилась Командная гонка у корейцев Ну там ребята там одному 16 лет Даже был напарник у Сен Хун Ли А вот в Европе-то они неплохо сбегали В Херенвейне А вот на Средней Горе Чуть-чуть не справились Со скоростью под конец просто провалились Ну давайте посмотрим Что будет у Мин Сук Ким Что будет у Хеги Бока Со второго раза ушли вперед Чуть-чуть быстрее разгоняется Мин Сук Ким Но тоже нельзя сказать что прям взрывной разбег Как лучшие годы у Ли Сан Хва Ну она пока и не доросла Хотя определенно это вот то молодое поколение Которое мы будем еще очень долго наблюдать Ну вполне возможно что она пробьется в сборную уже на эту Олимпиаду В общем она сейчас по большому счету второй номер на 500 метровой дистанции в корейской сборной Ну Бока хорошо как накатила в конце дистанции Малый поворот отлично отработав 37,9 Ну круг смотри 27,1 у Бока Той же Берксме 26,8 был круг У Юдзин 26,8 Там Хонжан 26,7 круг дала И 27,1 всего лишь у Бока На самом деле мы говорим всегда что мы ждем рекордов И да видели рекорды на определенных видах программы Но в целом то что я читала по отзывам спортсменов То лед то все таки еще не рекордный Ну и плюс не будем забывать что в Олимпийский сезон Все мировые рекорды они отходят немножко на второй план И все все таки более скрупулезно готовятся к февральским стартам Нежели к установлению мировых рекордов Даже Свен Крамер который готовился побить его на 5 километрах Девушки бегут дистанцию 500 метров И в седьмой паре выходит на старт вместе с японкой Арисы Гоу Рекордсменка России на этой дистанции Оля Фаткулина за которую мы яростно болеем и переживаем Лучший на данный момент результат принадлежит китаянке Юдзин 37,38 секунды Оля в этом сезоне пока из 38 на равнинных катках не выбегала Но еще раз повторимся Нас очень порадовал и ее бег на тысячи вчера И мировой рекорд в командном спринте Оля тоже вложилась в него Она бежала вплоть до второго круга Завершала там дистанцию Лизы Козелина Ну и вот сейчас 10,6 Но на равнине Оля разгонялась по 10,8-10,9 В общем это в принципе такой нормальный для нее разбег Для этих условий Ну и соперничество с Арисой Гоу должно вдохновлять Гоу очень здорово отработало Конечно за спиной Фаткулина переходную прямую С таким серьезным преимуществом Мне показалось, что какое-то такое волнение было явно у Фаткулина на старте И это неудивительно собственно говоря В силу всех обстоятельств, которые мы знаем 37,42 секунды лучшее достижение я так понимаю в сезоне Ну и с другой стороны 3,10 до личного и национального рекорда И это вот в таких условиях При том, что третий день бегут В общем есть уже определенная усталость И видели мы определенные недочеты в беге Оли Ну просто другое дело, что на фоне 37,06 в исполнении Арисы Гоу Это как-то не выглядело ярко Но тем не менее результат неплохой Так что Оля, ну она сейчас располагается на пятой позиции И то посмотрите Камия 37,40, Цуджи 37,41, Фаткулина 37,42 Каролина Эрбанова и Марша Худи Сейчас уже в восьмой паре Ну что касается Марша Худи Она в Ставангере в первый день была призером серебряным Ну а Эрбанова так ровненько-ровненько Потихонечку по копеечке так копилочку свою собирая По несколько сотых сбрасывая с личных достижений И по позициям так продвигаясь потихонечку вверх Первая в истории чемпионка Европы в спринтерском многоборье И тоже в общем любопытный забег Хозяйка льда Одно из лучших спринтеров из Европы Отличный разгон у Эрбановой Ну и у Марша Худи лучше Это ожидаемо Да, вот Эрбанова конечно очень здорово подработала И прям к концу 100 метровки практически сумела достать Марша Худи И сейчас интересно будет понаблюдать Как она всю дистанцию до конца пройдет Здесь при выходе на финишную прямую Чуть-чуть преимущество было в Канаке Но выигрывает, да, Чешка 37,27 Пока второй результат Марша Худи дополняет вот эту компанию в одной сотой Вслед за Олей Фадкулиной Она пристраивается То есть сейчас в четырех сотых четыре спортсменки Не отметили мы какой сумасшедший прогресс у Арисы Гоу в личном результате произошел Ну да, да 37,7 ее личное достижение было И сейчас 37,6 64 сотых сбросить личного рекорда Да, это практически то, что мы отмечали у девушки, которая выходит на дистанцию прямо сейчас В этом сезоне Да, это действительно так Ангелина Голикова, безусловно, открыла нам глаза Мое новое поколение российских спринтеров И очень хочется верить, что и дальше будет прогрессировать Ангелина на соревнованиях перед стартом за неделю до Калгари Уже улучшала свой личный рекорд на тысячи И вчера, по-моему, тоже Да, личное достижение 1,14,98 Да, из 1,15 она тоже, в общем, большими такими шагами И, в общем, надеемся, что это отразится и на ее беге Ее напарница Ванесса Херцог, они уже так привыкли с друг другом соперничать Третье и четвертое место в Кубке мира они занимают И Ангелине еще хорошо бы, маленький, малюсенький сбойчик был на внешнем повороте Но финишировать Ангелина будет по внутреннему И, мне кажется, очень хорошо работает так мощно, резко, отрывисто Сейчас очень важно этот малый поворот отработать Ну, она чуть-чуть впереди Ну, и борьба с Херцог Ах, чуть-чуть уступила на последних метрах Но, тем не менее, 37,41 Личный рекорд есть, да, но 37,41 Ну, и у Херцог личный рекорд У нее до этого было 37,30 Ну, а Голикова дополняет вот эту компанию в одну сотую Как мы ее так назовем Там сейчас тысячные будут считать у нее и у Маки Цуччи Кто из них все-таки быстрее и лучше Так что в четырех сотых будет уже пять человек Не хватило чуть-чуть Ангелина на последние 100 метров Вот первый шаг после поворота как вот не пошел И так она то преимущество, которое имела при выходе из поворота Потихоньку-потихоньку растеряла к финишной черте Но, тем не менее, личное достижение есть Остается ждать следующего этапа И в Солт-Лейк-Сити почему бы не замахнуться на национальный рекорд Да, на самом деле, ну, сегодня, к сожалению, Ангелине не быть призером Этому же точно знаем Но, с другой стороны, если вспоминать этап в Ставангере Там она первую пятисотку тоже пробежала хуже, чем вторую Здесь, к сожалению, нет второго старта на 500 метров Но будем считать вторыми стартами то, что она побежит в Солт-Лейке Ну, а сейчас бесподобная Нао Кадайра Не проигравшая в этом сезоне ни одного старта И двукратная олимпическая чемпионка-рекордсменка мира Ли Санхва Которая, в общем-то, в этом сезоне пока совсем не ярко выглядит И тут больше за счет класса 10.19 разгон Кадайра Но вспомним, что когда Ли Санхва устанавливала свой мировой рекорд 36.36 секунды, она разгонялась тогда за 10.09 Ну вот, что теперь скорость на круге у Кадайра, конечно, потрясающая Но и Ли Санхва рядом Ли Санхва добирает, добирает, но, конечно, пока Кадайра выходит лидером в этой борьбе Рекорда не будет Но первое место у Кадайры снова 36.53 Новый национальный рекорд Да, и национальный рекорд, и личное достижение у Нао Кадайра И круг 26.3 По-моему, ни у кого такого круга не было Это однозначно совершенно ходом Ну и две японки у нас на подиуме, получается Ари Сагу остается призером Ну, в общем, начиная с начала прошлого сезона Мы уже привыкли, что женский спринт Это исключительно азиатская вотчина И вот это любопытно Я просто для себя так отметил Мы об этом не упомянули ни разу в репортаже Ни одной гаванки сейчас в группе сильнейших мы не увидели Вот азиатки правят бал Мы с тобой прозорливо уже говорили, что в женском спринте в Голландии не так все радужно, как это выглядит в мужском Да, можно еще посмотреть, как командный спринт, как женщины из Голландии Но на самом деле, да, Нао Кадайра действительно бесподобно Очень жалко, что не увидели мы вчера ее результата Ну, вернее, ее результаты увидели, но, к сожалению, не тот, который ожидали И не посмотрели, насколько же она была готова На тысячу метров она упала Да, на тысячу метров Кстати, Лисанхва сказала, что да, Кадайра сейчас быстрее Но я стремлюсь и я уверена, что смогу составить должное Но отставание она потихонечку сокращает уже так где-то Ну, 33 сотых это уже намного перспективнее, нежели те там почти секунду, которые Нао Кадайра выигрывала у всех остальных Ну, Ангелина Голикова в итоге оказалась в протоколе выше Маки Цуджи на две тысячные секунды Она ее опередила Ольга Фаткулина десятая Но еще раз повторюсь, что там невероятная плотность результатов Вот начиная с Ванессы, да даже можно считать от Каролины Ирбановой В 37.27 до Марши Худи, которая заняла 11 место В 37.43 это 16 сотых секунды Вы не поймете и не почувствуете, что это такое 16 сотых секунды И, соответственно, вот это места с 4 по 11 Вот такая плотность в женском спринте Это, в общем-то, редкость Мы обычно привыкли такую ситуацию наблюдать у мужчин Ну, посмотрим, что мужчины нам покажут Кубок Мира, ну, здесь все понятно Я думаю, что Кубок Мира уже сейчас можно за 500 метров отдать на Огадаре и не мучиться Ангелина Голикова, как и была, так и осталась с 4 Но к ней Ирбанова немножечко подобралась Вот Херцог, Голикова и Ирбанова, наверное, будут оспаривать прежде всего третью позицию Подкулена в десятке и ждем дальнейших улучшений ее результатов И сегодня обеих наших спринтеров поздравляем с личными рекордами Но у нас перерыва в нашей трансляции не будет Потому что здесь так составлено расписание Что без заливки льда сразу потихонечку-потихонечку начинаем готовиться к забегу мужчин На полторы тысячи метров И, ну, я задам такой немножко провокационный вопрос Веришь ли ты, что вот в ближайшие полторы недели мы увидим обновление мирового рекорда на полторы тысячи метров?